Вот еще раз приветик, делюсь маленькой радостью. Тут у меня две пенсии архимандрита, вот это вот чудовище, и там еще тоже старичок-лесовичок. Они уже бедные, хромые, косые, но еще живые. Вот такие чудики. Вон там группа поддержки согласна со мной. Вот такие, друзья. А это свежая поленяшечка. Первая повзрослевшая особь из молодей. Иди сюда, а не хочет как-то рекламироваться. Говорит, не хочу, не буду, я стесняюсь. Но уже начинает темнеть, как и любая поленяшка. Ну куда ты ушла, вернись на родину. Как любая поленяшка сначала светлая. Вот она, с бабочкой на башке. Красивый очень рисунок, шикарные насекомые. Кто любит экзотику, любит втыкать, наблюдать не в телевизор, в сериалы, а вот в такую, в природу, вот это самое оно. Ну, во-первых, конечно, попробуй разведи. А если развел, счастье-то какое, радость-то какая. Лицо покажи. А какие глазочки, прямо из сказочки. Антенны Wi-Fi многофункциональные. Ух, торчат какие. Лопатошечки. Ну, блин, мужик, скотина. Тут девок надо, а тут мужчина. Ну ладно, хай будет мужчина. Ну, улыбнись на камеру, солнце. Красавчик. Конечно, понимаешь, что свадебное платье ненадолго, он потемнеет. И потом будет уже нормально. Локраса, иди. Щитки вот эти у них используются, как, так сказать, копательное устройство. Они закапываются. Там жупа от молодежи торчит. А молодежи тут много. Они же подземные жители. Видите, сколько. Это же где-то шкурка от этого полиняшки. Кто-то уже сожрал. Вон, сколько. Богатство несметное. Видите, сколько. Вот они, они. Короче, я это разводила два года. Потом пенсия потихоньку начала умирать. Но они живут два-три года. Мало, конечно. Вот эти все похожие на черепах дети. Это еще нимфочки, личиночки. Им еще расти, расти. Я матюкается. Ой, матерчинник. Ой, ой. Ой, уроню сейчас упадешь. Ну, ну, не кусаться. Там только маты. Там оно орет, конечно. Мне не слышно, но укусить он все равно не укусит нечем. Они не кусаются. Я уже рассказывала. Пока общалась, ушел в подполье молодой. А ну-ка давай, полиняшка. Покажи, как ты это делаешь на бис. Чтобы люди посмотрели, то люди не видели. Вот еще кандидат на линьку. Спасите меня, спасите. Вы видели, что делается? Секунды делай, и он в подполье. Давай. Покажи еще раз. Помогите. Пошел, 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 пошел. То есть, первый щиток используется реально как лопатка. И он за счет него закапывается. Все, все, получилось, получилось. И ушел. Все. Чик-чирки, а в домике. Никого нет дома. Все, товарища нет. А так они и живут. Это все уважняется, поэтому вот остается на руках, если взять, подержать. То есть, ну не совсем до состояния, конечно, глины, но вот есть. Вот совсем лялечка-малялечка. Крошечка. Так что через год все это у меня опять будет, я надеюсь, разводиться. Потому что пока они тут единственные в Луганской области. Больше ни у кого нет. Таких одаренных особо, как Ямала, которым это очень интересно. Поэтому даже в зоопарке в Луганском такого нет. Еще инвалид детства, вставай. Все нормально. Давай. Ти-динь. Это старенький. Осталось я ему чуть-чуть уже. Да, совсем чуть-чуть мужичку. Опа, сам, скажи, могу отстань. Ну и тут куча народу, который еще чуть-чуть и будет линять, расти дальше. Давайте, побегайте чуть-чуть на бисы, я отстану. О, красота какая. Ну, понятно, когда они маленькие, вот такие вечно грязные, тут особо смотреть не на что. Но они-то подрастут и будут красавчиками. Осталось подождать немножко. Так что сейчас я им выдам овсянку и пусть занимаются. Вот такой вот, видишь, у них идет на овсянку, если насыпать. То есть не наоборот, начинают сами откапываться, на запах выходят. И вот дрожь с земли начинается. Вон, все шевелится. Они с под земли начинают выходить на запах. И там за считанные минуты все это снесут. Прожорливые товарищи. Интересные вообще. То есть с них реально можно какой-то ужастик снимать. Типа что-то с под земли вылазит. Вон там уже поперли тоже товарищи. Особо голодные, как я говорю. Ну, приятного аппетита, а то мне еще куча дел. Спасибо.